Рассказки на уровне 450 метров подвести женщины. Клубных соревнований и вот этот клубный кубок получит команда, которая наберет клуб, точнее, которая наберет как можно большую сумму очков по итогам всех соревнований. Но о системе начисления лучше расскажут мои собеседники. Я надеюсь, что сегодня на нашу капиталскую позицию тоже, как вчера, будет очередь. Действительно, здесь очень много уже интереснейших людей из числа участников соревнований, из числа оргкомитета побывали. Ну а мы начинаем и первый вид программы четвертого дня 29-го кубка России по плаванию. Это 4 по 50 метров вольный стиль, эстафеты. Смешанные эстафеты 4 по 50 уже были. И в этом виде программы был установлен один из двух мировых рекордов на нынешнем турнире. Клуб Цунами фантастическое достижение установил. Ну а сейчас на ваших экранах Посейдон, Цура. Посейдон еще один состав, более молодой. Фитнес-каус и акватория соревнуются. Женщины. Ну и первая дорожка, прежде всего, конечно, обращаем внимание. Единственная команда, которая собрала состав категории 320+. Нина Казук, Клавдия Бабушкина, Зинаида Будовкина, Альфия Губина. Вот такой вот состав. И причем, друзья, дело в том, что в таблице рекордов нашей страны нет результата в этой возрастной группе у женщин. То есть никто еще не собирал такой состав участниц. Так что, как бы ни проплыли, даже, я вот не вижу даже контрольного норматива, как в таких случаях обычно бывает. Как я понимаю, как бы ни проплыли сейчас спортсменки из клуба Посейдон, их фамилии будут зафиксированы в таблице рекордов как высшее достижение нашей страны. Что касается спортсменок в категории 240, то здесь, прежде всего, мы, конечно, наблюдаем тоже за клубом Посейдон, но уже другим квартетом. Четвертая дорожка. Галина Ткачук, Наталья Долгова, Любовь Безрученко и Светлана Исламгалеева попробуют, попробуют подобраться к рекорду страны. 2.11.67. Любовь Безрученко сейчас уходит на дистанцию. Это третья участница клуба Посейдон, этого квартета. 66 лет спортсменки. И замыкать будет, финишировать Светлана Исламгалеева из категории 55+. Ну, 240 делите на 4, получается так называемая эстафета 60-летних. Но есть варианты в плане формирования четверки. Соответственно, если есть спортсменки постарше, это открывает дорогу. Вот Исламгалеева добыла. 2.13.71. 2.13.71. Ну что ж, очень близко к их заявке. 2.13. ровно они указали в протоколе. До рекорда России не дотянулись. Не дотянулись 2 секунды. 2.11.67. Этот результат в тигуре 240 также принадлежит Посейдону. В 2019 году здесь же в Саранске установлен Долгова Рыбанина Безрученко Бойцова. Вот состав участниц того рекордного квартета. Ну и, конечно же, встречаем. Встречаем мы Зинайду Кудовкину. Финиш Альфии Губины. Это финишер команды Посейдон. 4.33.59. Вот такой очень мощный, конечно, результат, установленный, кстати, еще в 2007 году. Финишер команды Посейдон.